Всем доброго раночку. Это Украина. У нас сегодня дождик. Ну, что-то вышло. Дождь на улице. У нас витрюганище такие последние дни. Дождь. Ой, кошмар. Ну, сегодня теплее, чем вчера. Учили. Кажется так. Нет, точно так же. 5 градусов тепла. Мы, конечно, вчера намерзлись. И прям я сегодня уже встала. Прям такая ух. Вчера голова немножко болела. Сегодня насморк начался. Ну, мне кажется, вот сегодня будет теплее, чем вчера. Смотри, какая травма сразу болезла. Яркая-яркая. Просто яркая. Ух, красота. Сразу моментом. Все-таки как ни крути, а дождь делает вещи. Все равно, я вот заметила, даже если поливом пользуюсь, ну, поливаю что-то из слонги, то все равно вот так все не распускается, как после дождика. Дождик. Красотища. Вот такой, Саша, чтобы сегодня распогодила. Что-то начать уже делать. В общем, всем доброе-доброе утро. Сегодня у нас какое-то 13-е уже число. Да? Да. И у нас сегодня дождь. Уже третий день дождь. Ну, хотя бы без ветра. Так, ребята, утро у нас вот такое. Блин, Коль, светомаскировку надо убрать, а то непонятно мне, что-то утро, что-то не утро. Вот такое вот у нас утро. Сейчас отварила рис, размораживаю. Это что у нас вообще? А, это горлышки собакам. В микроволновке у меня размораживается фарш. Здесь я сейчас буду готовить завтрак. А с фарша буду делать чехтели. Это у нас мяско оставалось. То, что мы жарили. Вот, поэтому сейчас сделаю типа омлета с овощами. Вот. И с остатками мяса. Ну, не выбрасывать же, честное слово. В смысле выбрасывать и вкусно, и хорошо, без косточек, очищенное уже. Так уже никто и не будет. Здесь я варю косточки. Вот. Ну, такие они, мясные, типа ребрышек обрезанных. Вот. Это для нас будет. Что-нибудь сварю на первое. А тут варится у меня для собак. Кадычки. Мы каждый день им бульон варим. Вот. Так. Здесь у меня чуть-чуть надо будет добавить сюда. Это у меня рукава. Поэтому я ее немножко буду добавлять в омлет. Так. Ну, а тут. Морковка. Тоже куда-то использую. Так что вот так вот так и живем потихоньку. Так. Вот оно как выглядит. Обалденько. Вот. Вот такой приправочкой пользуюсь. Надо поехать купить такую приправку. Потому что, оказывается, почитала сзади. Расфасовка. Ну, понятно, что именно, как, травки не белорусские. Но расфасовка белорусская. И вот таких трав. А я очень к ней сильно привыкла. И сейчас то, что есть у нас в магазине, я думаю, уже больше завозить не будет такую. Вот. А то, что есть в магазине, нужно поехать, да. Накупить себе они, в принципе, не портятся долго. Вот. И вообще состав, конечно, нужно будет прочитать, что сюда входит. И себе колотить таких приправочек. Хорошо, что пишется. Мне очень нравится, что в таких вот наборах пишется сзади состав. И даже если пропадает приправа, ну, допустим, да, то можно сделать себе самостоятельно такую. Ну, пока есть есть возможность такие купить, я еще видела, в алмарте лежат, то поеду, накуплю. Вот. Все равно уже закупка произведена правильно. Все равно ее разберут и, наверное, больше возить не будут. Хотя, кто его знает. Ну, пускай лежит. Куплю, да пускай будет. Так, ну что. Это самая, кстати, лучшая приправа для овощей, я уже говорила. Сейчас немножко пропарятся овощи у меня с приправами. Добавлю рукколу и яйца. Все, вкусняшка будет. Так, фарш разморозился. Правда, он мне немножечко даже проварился, я бы сказала. Вот, по бокам. У меня нету именно разморозки мяса, я не знаю почему. Хотя, может быть, и есть. Я на разморозку пиццы поставила, он, видите, сбоку сварился. Ну, ничего страшного. Это же будут тефтели, поэтому все будет нормально. Буду тоже тефтели делать. Немножко добавлю, может, рукавы, рис, естественно, морковка, лук. И буду тефтелечки делать, обжаривать, а потом в томатном соусе. Может, с капустой. Прошу, говорю, Коля, займи мне эту светомаскировку с окна. Ну, будет вечер, опять одеть. У меня на голове такое непонятное. Да не хочу мыть голову, хочу дождаться да покраситься. Видите, потому что уже темная тут вся. Вот, поэтому хочется мне, конечно, покраситься. Готовлю завтрак. Вон уже поставила и яйца вбила туда. Вот, и будем сейчас кушать, садиться. Хотела... О, да будет свет! О, красота! У нас абрикоса почти вон зацвела, видите? Красивенько! В общем, ребята, хотела какую тему поднять немножко. Я вчера сняла обзор. Ну, вчера, да, получается, видео вышло. Ну, если вы смотрите, то, наверное, позавчера будет. Вот. И там же показывала цены, рассказывала о том, что у нас практически цены не поднялись. Есть, конечно же, цены, где... Какие магазины, где поднялись цены. И причем хорошо. Получается, один обзор я выложила, то, что мы были позапозавчера в магазине. А один обзорчик будет очень маленький, который вот вчера мы ездили. Я еще его не выложила. Короче, что хочу сказать. У нас есть такая сеть маркетов, Fine Market. Вот там цены поднялись, и причем очень хорошо. Значит, там есть отделы в этом Fine Market, которые не относятся именно к Fine, ну, мы называем Fine. Вот. Это там с мясом, значит, с колбасами. То там цены, в принципе, прежние. То есть на мясо, на колбасы, на селедку, на вот такое вот цены прежние. Вот, потому что это больше... Как это, на основе Fine Market есть там фирмы свои продают. Там колбасные, например, изделия. Ятрань, по-моему, там еще что-то. Вот. То у них и на шаряба, по-моему, они мясо берут оттуда. Может, там наценка на одну гривну. Ну, то есть, основного такого ничего нет. Вот. А вот какой фирмы, я не знаю, Хуторок. Фирма Хуторок, по-моему, еще что-то вот производит. Крупы, значит, эти, макаронные изделия и все остальное. Макаронные изделия. Девочки, та пачка, которую вы вчера видели, я, ну, этим людям, которым многодетная семья, да? Я вам сейчас даже покажу эти макароны. Сейчас, какой, какой фирмы именно эти макароны. Коль, достань мне вот ту большую пачку макарон. Вот эту такую огромную. То, что мы в АТБ вот убрали в красную такая, понял? А что, вдаль-вдаль, там вот она есть. Вот. Значит, вот этой фирмы макароны, то есть в АТБ мы когда-то в свое время брали по 17 гривен. Да, сейчас в, не в Вэлмарте, а в, как его, ну, типа такого. А мы вчера еще, да, такие, ну, макароны, макароны. Тоже людям дали, тоже, ну, просто людям, кое-то не гаврю. Значит, значит, файники стоят такие макароны 43 гривны. Просто вот такой пачки 43 гривны стоят. Мы их еще брали в АТБ, я же говорю, по 17 гривен в свое время. Ну, потом они стали 21, потом я говорила, что они до 3 сапки поднялись, до 30 гривен. Потом их перестали в АТБ завозить. То есть, ну, понятно, наверное, из-за того, что цены очень... Все, яйца уже почти готовы, уже можно их выключать. Вот, и кушать будем садиться. Так вот, о чем я хотела сказать. Блин, не могу, вот, вот это. Сейчас я сяду за стол, вернее, яйца вытяну, чтобы они, желточек не схватился. И всем-то я расскажу. Мать, страшное дело. Так оно сейчас красиво на сковородке сейчас. Так отдельно можно было подавить. Что? Отдельно можно было подавить. Нет, я же смешала сначала зелень, видишь, с этим, с яйцом отдельно, а потом еще и била туда яйца. Поэтому, ой, надо было больше, наверное, туда брать. Сковородку, ну да. Да не сковородку, тарелку тебе больше. А, тарелку, конечно. Я с тем, что я люблю больших тарелок, чтобы не вываливалось. Ну вот, уже будешь теперь съесть такой. С маленькой. Ой, какая красота. И вкуснота, девочки-малочки. И вкуснота. Ой, желтки как раз такие, как я люблю. Ой, белки. Нет, желтки. Желтки, желтки. Что-то я с этим дождем совсем уже заговариваться стала. Так, все, это тебе. Все, ребята. Ой, я вилки забыла. Садимся, кушаем. Коля с майонезом. Всю эту красоту. Я так. Ну, я такой завтрак. А потом буду готовить уже. А, ты мой уже поставил телефон на зарядку. Этот. С хлебушком, с майонезиком. А, и хотела сказать, ребята. У кого есть еще возможность купить все на чудо-средство. У меня на канале есть, значит, как я делаю, написано чудо-средство. Это от любых вавок, от любых ран, от любых болей, от, значит, этой, отеков, от всего. Вот. Наверное, года три, наверное, да, мы пользуемся. Любой прыщичек, любая даже, как оно, герпес или как называется, да, любая заеда, любой порез, что угодно. Даже черяк, не черяк, все, что хочешь. В общем, все. И даже я же говорю, вот когда у меня сильное покраснение на лице идет, вот это вот, я тоже мажу этой штукой. И оно немножечко это даже покраснение снимает. Плюс отек ног. Ну, вот, короче, всякие разные болевые синдромы. В общем, посмотрите, пожалуйста, у нас на канале есть, значит, это чудо-средство. Я назвала его, по-моему, от всего. Вот. Там, по-моему, плейлист еще здоровья. Туда я его засунула тоже, по-моему. И, по-моему, в плейлист АСД я его засунула. Я уже не знаю, посмотрите. И еще одно. Хотела сказать. Мне сейчас начали смотреть, опять же, АСД. Извиняюсь, на голове такое. Начали смотреть АСД и говорят, покажите, пожалуйста, как вы сравнивали вот, типа, этот препарат АСД, типа, где правильный, где неправильный. Девочки, тоже у меня есть на канале, есть, значит, видео. Смотрите, ищите. У меня сейчас просто нет абсолютно времени вставлять вам ссылки. По-моему, как я, я не помню, вставляла я его в плейлист АСД или нет, вот это видео, там, где я сравнивала. Но есть у меня это видео. Я постараюсь сегодня его найти и засунуть в плейлист АСД. Проматывайте там, смотрите, в общем, все видео, которые именно мои. И вы там увидите, там, где-то в середине видео, там, я там писала, что, как сравнить АСД или еще что-то такое в названии. Я постараюсь найти и вставить именно в этот плейлист. И там вы будете уже находить всю информацию. Все, что касательно АСД, я буду находить и вставлять в этот плейлист. Так, сейчас я уже покушаю, потом продолжу по поводу цен и по поводу наценок, и почему все дороже. И есть неоправданные, действительно, такие вещи, там, где завышают цены, да. И, в общем-то, об этом немножко поговорим. Ну, сейчас я сначала покушу, потом буду готовить, наверное, на кухне, и с вами об этом поговорим. О, ребята, два, два лебедя. Класс, я тогда так переживала, что один здесь лебедь, что один сгорел. Нет, все-таки два лебедя. Это хорошо, очень хорошо, что она и он здесь вдвоем. Видите, как все повыгорало. Ужас. Ну, хоть они остались. А, сейчас холодно. Где-то утки на яйцах сидят, где-то, конечно же. Уже не сидят, но, конечно, вот такая куча сгорела, это жесть. Ну, что, если у нее цапля? Где? Ой, Коля. Была. Ну, блин, Коля, я все пропустила. Цапли все пропустили бы на свете. Ну, не кем-то. Где? Где? Где ты его видел? А, нет, все-таки тот, который был, так он один не плавает, да? То не лебедь, то утка. То узко, не, то лебедь, лебедь. Все-таки один остался, да? Есть один. А, это другая парочка приплыла. В общем, ребята, мы уже в дороге. Туда-сюда, и мы в дороге. Не собирались, да? Не собирались ехать в город, но так получилось, что собрались. Вот, во-первых, отвезем, вот, чудо-машину Стасом назад, потому что у нас уже начинается весна, вот, и, как бы, попробовали на ней бегать. Колени болят, в общем, не для, то ли не по моему росту, даже у Коли. Коля же тоже бежит меня. Да нет, у меня и Даша пробовала. И Даша пробовала, да. Нас поставили ее в спальне, блин, и вообще она не ходится там. Он, короче, постоянно на вы бьется. Я же в скорости палец отобью от нее. А он ночью встает, и, получается, места мало, и он как-то зацепается за нее. В общем, вот так. Везем ее назад, это раз. А, во-вторых, сейчас нам надо к девочке заехать, знакомые. Вот, там кое-что она для меня приобрела. Вот, заберу. А еще в городе нас попросили купить. Татьяна Колина попросила там масло купить, потому что масло тоже закончилось. Она говорит, блин, здесь дорого, а получается, да и с финансами тяжело. Поэтому еще масло купим в городе. И мы что-то хотели заехать глянуть. И мы кое-что хотели заехать глянуть в Эпик. Зайдем глянем. Если есть, если будет, то тогда уже будем все рассказывать. Потому что заранее смысла нет рассказывать. Так что такие вот у нас делишки. Пасмурно, холодно, мерзко. Надеюсь, что уже скорее бы уже это все дело, а сужен кирпичи впереди, такие лужи, что это дело поскорее распогодится. Уже хочется тепла, хочется уже как-то, я не знаю, весны уже. Потому что, я же говорю, когда настроение такое, вернее, когда погода такая и настроение соответствующее. В общем, катаемся и сегодня мы. Мне очень нравится, что у нас везде по городу висят подобные бигборды. Их очень много. И, в общем-то, как-то так поднимают настроение. Погода, конечно, у нас так себе вообще нехорошая. В Валмарте, как всегда, куча машин, куча всего. Заедем, купим здесь маслячко. Приехали домой, ура, ура, ура. Ой, фу. И он, Саша, следом за нами приехал. Это и то привез бетономешалку нашу. Так, а что вы тут это? Фу, фу. Ева, иди сюда. Мусман. Привез бетономешалку сейчас этот. Выгрузить надо. Вот. Что? А то она у мамки стояла там, чтобы меньше мешала во дворе забрать. Ева, иди домой. Вернее. Давай домой. Идем домой. Ева. Ева, иди сюда. Иди сюда. Давай. Только понимает, что ей показывают. Тоже мне звезда. Давай, заходи. Заходи домой. Заходи, холодно, мокро. Не понимает, что происходит. Что-то за агрегат привезли. Ой, холодно так. А мы, представляете, что? Только мы так можем. Поехали. Уже подъехали сюда домой. Это ж насколько не было. Уже темно почти. Ну, уже, уже, видно, что уже. Ну, не темно совсем, но уже поздно. Подъезжаем уже сюда домой. Я говорю, зая, ты хоть бульон выключи? Вспомнили, что бульон варили. Представляете? Я говорю, нет. А ты что не выключала? Я говорю, нет. И собачий бульон, то, что я на костях варила. Ну, разварился хорошо. Слава Богу. Вот там вот столько водички вот так вот осталось, что мы на медленном газу варим. Если бы варили на большом газу, то все. Там бы кастрюля сгорела и все на свете. Ну, Саша, такая дурная голова, блин, с этой погодой. Вы представляете? Ну, сейчас забежала, долила воды и туда, и туда. Ой, цирк на дроте, одним словом. Ребята, хочу поздравить Ксюнечку и Колю. Их семью. Вообще, жизнь простых людей. Помните, я вам рассказывала о том, что у них есть свой канал. Сегодня у них, вон, уже тысяча, 0,8. Первая тысяча. Тысячу разменяли, так что очень хорошо. Вот буквально недавно у них совсем было мало подписчиков. Потом как-то начали резко расти. Я очень-очень рада за ребят, что у них уже тысяча подписчиков. Сейчас нужно просмотров еще немножечко. И будем поздравлять с монетизацией. Сейчас, конечно, очень тяжело все с монетизацией. Но все равно приятно, хотя бы, когда там какие-то денежки приносит канал. Что все не зря. Что все вот так. Вот видите, они говорят, у нас тысяча. Последнее видео я только начала смотреть. Вот видите, у них, вот, пожалуй. Пожалуйста, есть и инкубатор яйца закладывает. То, на что готовят. Собаки, курочки. Все дела у них есть. Все как полагается. Так что, в общем, девочки и мальчики, кому интересно, это наш Кировоградский канал. Жизнь простых людей, обычные люди. Оксана, Коля, двое деток у них. Трудятся на своей земле. Держат маленькое хозяйство. Ну, правда, только курочек. Но все равно. Тоже крутятся, тоже живут. И тоже стараются. Обычный семейный канал. Так что, давайте их все вместе поздравим. И кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. Вот, хорошие люди.